Дорогие зрители, здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Я вышла на прогулку, потому что, да, нам разрешили гулять, я пользуюсь этим правом. Теперь каждый день по возможности стараюсь выходить и прогуливаться. Многие узнают место. Я часто снимала здесь свои пробежки. Теперь пробежки я не совершаю, как и многие, потому что бегать нужно в масках. И спасибо, кстати, многим зрителям, кто сказал мне, что маска должна быть одета на голубую сторону. Сегодня я ее одела корректно и сейчас оказалась достаточно далеко на удалении от всех, от города. И, соответственно, маску сняла для удобства и также для удобства записи видео. Хочу сказать, что меня на самом деле удивляют контроли, которые сейчас происходят, потому что к моей семье, они гуляют, как правило, два раза в день, с утра и после обеда, всегда подъезжает патрульная машина. Ничего не говорят двое карабинеров, либо полицейских, которые сидят в машине, но смотрят, чтобы на мужа была надета маска. И, соответственно, контроли, могу сказать, усилили. Вчера я закончила записывать влог о наших новостях. И что вы думаете, я тронулась с того места. Я записывала у заброшенного ресторана, точнее, это не заброшенный ресторан, это ресторан, который сейчас закрыт, и увидела полицейский патруль. И я пошла дальше по, что называется, пути своего назначения, совершенно точно знаю, что я могу гулять. Хотя, на самом деле, когда ты видишь патрульную машину, которая слегка замедляется, когда, возможно, видит тебя, потому что я была одна из немногих на улице, а то, в общем-то, проехала машина, то, в общем-то, ты задаешь себе вопрос, а не по твою ли душу она приехала. Но, на самом деле, патрульная машина действительно следит за тем, чтобы вы думали, чтобы в парках никто не сидел. Была девушка и был парень, оба младше меня, больше походили на подростков, им сделали замечание, они сидели на скамейках, им объяснили, что гулять можно, садиться нельзя на скамейке, то есть нельзя задерживаться, но прогулки разрешены. У нас, кстати, в связи с теми новшествами, о которых я вам рассказала, сложилась очень интересная ситуация, она обсуждается в СМИ, она обсуждается также в соцсетях. И я думаю, очень многие юристы меня поймут. У нас по-прежнему пасседжата, то есть прогулка, рекомендована вблизи дома. Радиус 200 метров сняли, а теперь мы можем гулять дальше. Как ориентир обозначено, что мы должны видеть свое собственное жилье. Но я думаю, что очень многие понимают, что вижу я свое собственное жилье, либо... вижу я свое собственное жилье, либо не вижу свое собственное жилье, зависит также, скажем так, от плоскости и незастроенности местности. Сейчас я достаточно далеко, на мой взгляд, 500 метров я удалилась совершенно точно, но, собственно, жилье я вижу, потому что равнина. Так вот, у нас очень интересная ситуация. Гулять ты можешь и спортивную деятельность, а также физическую деятельность совершать в непосредственной близости у своего дома. Но при этом нам разрешили ходить за едой. Это, опять же, одно из новшеств, которое обескуражило всю остальную Италию, потому что наш президент, президент региона Венето, губернатор региона Венето, он сказал, что мы можем теперь всю, любую еду, которая производится, которая может продаваться, это прежде всего рестораны, джелатерии, то есть джелатерии – это места, где продаются мороженое, это бары, рестораны. На самом деле, вот всё, что мы только себе можем представить, иными словами, точки общепита, которые готовят еду, теперь могут её готовить, но не могут обеспечивать сервицую от авола, то есть обслуживание столиков. Но любой человек может приехать в ресторан, что большая новость для нас, потому что раньше мы могли заказать еду на дом, и не могли за ней поехать. Но тем, кто хотел, скажем так, поддержать свой бизнес, даже если они раньше не занимались доставкой еды на дом, соответственно, им было разрешено продолжать работу вот в таком ритме и в таком режиме. И сейчас большая новость заключается в том, что любой ресторан, любой бар, любое кафе могут открыться, и мы можем прийти и удалиться как угодно далеко, если речь идёт о пешем удалении, и при этом джустификары, то есть оправдать то, что мы так далеко от дома находимся, у нас, допустим, спросят документы, удостоверяющие личность, мы можем джустификары – это тем, что мы пошли за мороженым, за пиццей, за, не знаю, тарелкой пасты, которую мы заберём в ресторане и принесём домой. Мы не ограничены в выборе, насколько близко должен находиться ресторан, бар, пастичерия, то есть всё время улетает у меня с головы, это где пекут вкусные булочки, выпечку, получается кондитерская, кондитерская, то есть мы не ограничены в выборе, насколько далеко мы можем пойти за едой, скажем так. Я забыла в прошлом видео сказать вам, что у нас разрешили продавать цветы, и все магазины цветочные тоже будут открыты, также все, получается, теплицы, которые так или иначе производят всё для сада, всё для цветов, в общем, выращивают растения, соответственно, они тоже могут работать, это тоже большая новость, и я совершенно забыла осветить этот момент в своём прошлом влоге. Дорогие зрители, я дошла практически туда, куда шла, тоже многие знают по влогам, куда я иду, это Сан-Даниэль, монастырь Сан-Даниэль, Святого Даниэля, и непередаваемый запах черемши, кто знает, что такое черемша, большой привет всем, кто знает, что такое черемша, прямо-таки запах, который воспоминаниями отсылает меня к Сахалину, у нас непередаваемая красота, весна практически уходит, но лето в самом разгаре, и на самом деле зелень бывает вот такого цвета, и на самом деле такая красота бывает вот только-только весной, весной, которую по большому счёту мы все пропустили. Сегодня воскресенье, этот влог, скорее всего, благодаря очень медленному трафику я смогу выложить, в лучшем случае, к обеду понедельника, когда уже выйдет новый декрет, он должен выйти сегодня. Это декрет, который даст нам чёткие правила нашей жизни после 4 мая. Пока ещё непонятно, снимут карантин или нет, пока ещё непонятно, каким будет передвижение, но уже предполагается, что передвижение будет свободным, без модуля, который требовался в недавнее время, прежде всего, в пределах собственной коммуны. Это значит, что мы в регионе Вейнато в теории сможем передвигаться без всякого на то разрешения, без модуля, который раньше нужно было заполнять. Также из новшеств, которые, скорее всего, будут непосредственно обозначены в этом новом декрете, является 11 мая. Это день, когда откроются, внимание, мои зрители, все, кто ждёт обзора витрин, кто ждёт стрит-стайлы. Это день, когда должны открыться, когда разрешено открыться магазином с одеждой, магазином с обувью. 18 мая, помимо всех прочих, всех прочих деятельностей, разрешено будет, разрешено будет открыться также эстетическим центром и парикмахерским. Мои дети очень сильно обросли. Данечка похож на маленького старичка. Я не могу на его тонкий волос подобрать ему стрижку самостоятельно. Старших детей я подстригла более-менее сносно. Они выглядят достаточно неплохо. Самое главное, им удобно. То Данечка прямо-таки нуждается в парикмахерской, так же, кстати, как и мой муж. Поэтому мы будем выходить, скорее всего, по этим датам. Уже говорят о фазе 3. Но про фазу 3 пока ничего не известно. Есть мнение среди людей, которые непосредственно владеют отелями. Вы наверняка представляете, что таких людей здесь в регионе Венето их очень много. В городе, в котором я живу, их тоже очень много, потому что у нас туристическая зона благодаря термальным источникам. Так вот, я слышу мнение, оно настоятельно циркулирует, что уже в середине мая отели смогут открыться. Скорее всего, это будут отели, которые откроются для туристов итальянских, то есть людей, которые проживают непосредственно на территории Италии. Откроются, когда отели непосредственно для мирового, интернационального туризма, пока на самом деле никто не может даже предположить. Скорее всего, скоро, а именно вот этим декретом, который выйдет сегодня, будет также затронута ситуация относительно пляжей. Пляжи, так же, как и парки, во многих регионах были закрыты. Сейчас, скорее всего, их откроют. Единственное, что купаться пока нельзя, можно посещать, опять же, соблюдая социальную дистанцию. Социальная дистанция в один метр, как я и говорила, установлена сейчас, и, скорее всего, это подтвердится тоже в новом декрете, в один метр непосредственно в очень много гуляющих. И ситуация, знакомая мне раньше, как блогер, когда ты краем уха слышишь, что вот-вот ты где-то, разговор к тебе приближается, и сейчас ты должна донести свою мысль, выключить камеру, прерваться. Вот сейчас такая же ситуация. Я говорила о том, что в общественном транспорте также будет установлена дистанция, я тоже эту ситуацию освещала, эта гипотеза, скорее всего, подтвердится, дистанция в один метр. То есть транспорт общественный будет организован таким образом, чтобы заполняемость была ровно настолько, чтобы эту дистанцию можно было обеспечить. Ну что ж, вот она наша новая жизнь. Были закрыты эти ворота в течение карантина. Не знаю, как давно их открыли, но думаю, дня два как, как раз-таки, когда в нашем регионе были объявлены изменения и послабления в том, что касается карантина. Я несколько не в форме, мне не хватает дыхания, потому что я поднималась в гору. Вы слышите эти потрясающие звуки, этот интересный разговор, интересно, кто это так разговаривает. Ну что ж, Италия вся в ожидании нового декрета и новых правил нашей жизни. Мы уже знаем, что школы, скорее всего, мне кажется, они пытаются меня перекричать, школы, скорее всего, будут открыты осенью, в то время как на детские сады Ясли у многих родителей остается надежда, точнее, на открытие детских садов Ясли, возможно, уже с 4-го числа, возможно, по несколько часов, но все-таки у работающих родителей, у современных работающих родителей вновь появится возможность оставлять своих детей в яслях либо в детских садах. И да, пока еще не ясно, как будет происходить дело с оплатой. Что ж, дорогие зрители, большое спасибо за вашу компанию, за эту прекрасную прогулку. Увидимся очень скоро. И 4-го числа, я уже точно знаю, я с утра сяду на автобус, я не поеду на машине, и мы увидимся с вами в Паду. На сейчас с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok